Ребенок – инструкция по применению. Так назвали свою лекцию, которая прошла в Центральной Видноской библиотеке и ее организаторы, члены бизнес-сообщества «Города Видная про бизнес». В первую очередь она была направлена на предпринимателей, которые совмещают работу с воспитанием детей. Очень важно сохранить баланс не только в бизнесе, а в семье. И когда в семье у предпринимателей все гладко, скажем так, то тогда и дело спорится. Мы так считаем. Поэтому мы помогаем нашим предпринимателям еще и с психологической точки зрения. Хотелось бы в неформальной обстановке рассказать о том, что можно делать с ребенком, в какой возраст это нужно делать, для чего существуют различные специалисты, которые готовы помогать детям и их родителям. Тем для обсуждения подготовили много, как и когда следует заниматься развитием ребенка – самостоятельно или в детском центре. Что скрывают от родителей маркетологи? Два-три года ребенок не хочет убирать игрушки. Как помочь и как научить? И нужно ли это делать? Дошкольный возраст? Как готовить ребенка к школе? Когда начинать? Как это сделать и в то же время не навредить? Обсудили и то, как совмещать бизнес и воспитание детей, уделяя достаточно внимания и тому, и другому. Какие-то ошибки, может быть, я совершила, занимаясь собственным делом. Возможно, что-то упустила. Может быть, где-то мне нужно что-то подтянуть. Или наоборот, расслабиться. Все у меня хорошо. То есть, вот такие вопросы, которые задает себе каждая мама, они для меня сейчас актуальны. Я бы хотела услышать на них ответы. Присутствующие на встрече могли задать и свои вопросы. К примеру, предпринимателя и маму двоих детей Ольгу Романову интересовало, почему ее младший ребенок не хочет ходить на развивающие занятия. Мы, собственно говоря, не заставляем по опыту уже первого ребенка. Но хотелось бы понять, нормально ли это, что он не проявляет интерес в принципе никаким групповым занятиям. Все гости лекции получили на свои вопросы исчерпывающие ответы, а организаторы пообещали проводить такие встречи чаще. К слову, вход на них совершенно бесплатный. Чтобы не пропустить следующие интересные мероприятия, следите за анонсами на официальном сайте Центральной библиотеки и в социальных сетях.